В Новосибирске севастопольские артисты выступали впервые и привезли сразу 7 спектаклей. «Мастер Маргарита», «Доходное место», «Анна Каренина», «Дядюшкин сон», «Тодосёв», «Фабричная девчонка» и «Самая рыжая сказка». На всех постановках «Аншлаг», труппу сибиряки встречали стоя. За 6 гастрольных дней спектакли посмотрели почти 5000 зрителей. И то, как в конце публика вставала, хотя говорят, что для Сибири это не свойственно. Это у нас тут, да, мы так привыкли, что у нас публика встает, такая немножко с южным темпераментом, с южным откликом. А там нам говорят, что нет, у нас публика, ну да, могут долго аплодировать, но вставать редко встает. У нас на всех спектаклях люди вставали, поэтому и такой прием, ну это незабываемое, в общем-то, для нас впечатление. В Новосибирске театр имени Луначарского выступал в рамках федерального проекта «Большие гастроли». По этой программе артисты уже дважды выезжали в Санкт-Петербург и Екатеринбург. Главный режиссер Григорий Лифанов отмечает, гастроли в Новосибирск были непростыми. С собой везли пять фур декораций, а сцена была меньше Севастопольской. Приходилось перестраивать спектакли, причем делать это в кратчайшие сроки, за полдня до выступления. Но все трудности преодолели, благодаря споченной и профессиональной команде артистов, реквизиторов, звукорежиссеров и светооператоров. Вот у нас есть тамбуры, из которых у нас много людей выходит, заходит, много мизансцен. Там не было, и еще одна такая была сложность, что там была большая оркестровая яма, по-моему, шириной до шести метров. То есть мы очень боялись от того, что нас не будет слышно, что наша энергетика не будет преодолевать эту яму, но мы справились. Это не последние гастроли театра в этом году. В сентябре севастопольские артисты отправятся в Ростов-на-Дону. Планируют показать зрителям три спектакля «Мастеры Маргарита», «Бесы» и «Самая рыжая сказка». Параллельно идет подготовка к премьерам. Уже в августе в Севастополе представят новую постановку «Ромео и Джульетта». В конце октября зрители увидят спектакль по повести Василия Шукшина «Точка зрения». А к Новому году артисты готовят сказку для детей и взрослых. Щелкунчик. Александра Ковалева, Елена Корнаухова, Андрей Тымчук, Новости, Икс ТВ.